Роман Бутузов Если вы хотите уловить белую рыбу, а это в первую очередь подлещик, ну и, наверное, платва, то тут надо четко найти окончание свала, ну или хотя бы глубину до 8 метров. Поэтому мне придется сначала посверлить и побегать с глобомером, а потом уже заниматься прикормкой. На земле Псковской очень много озер. Большие и малые, они щедро разбросаны по всей области. Озеро Алё одно из самых живописных. Но не только красота его притягательна. Как и все водоемы Псковщины, Алё богато рыбой. Как мы уже выяснили с мелкой рыбой, здесь все обстоит лучше некуда. Владимир, которому для жерлиц нужен был живец, наловил его в нужном количестве за считанные минуты. А вот с хищником случилась загвоздка. Из всех жерлиц сработала лишь одна, да и та оказалась холостой. Не было и крупного окуня. На все потуги Владимира отзывались лишь матросики. Видимо, сказывалось затяжное глухозимье. Посмотрим, как на Алё обстоят дела с мирной рыбой. Лед не очень толстый. И в промежутке есть вот такой вот слой воды. Даже тоньше, чем в Подмосковье. Дно мягкое. Грузик чуть-чуть проваливается. И глубина чуть-чуть понижается. То есть было пять с половиной. Здесь уже пять вулок. Восемьдесят. То есть нет такого резкого свала. Идет плавное понижение. Я думаю, скоро глубина вообще меняться перестанет. И как раз вот на границе свала и стола подлещика и нужно будет кормить. Хотя он может и насвалывается. В конце концов, март месяц. Сейчас вся рыба ближе к берегу должна подтягиваться уже. Для того, чтобы не забыть, какая глубина здесь, я 5,8 нарисую. А делается это для того, чтобы при закармливании не опускать кормушку на дно. Дно мягкое, илистое. И если кормушку опускать на дно, она будет поднимать ил. И рыба будет подходить крайне долго. Поэтому открывать я буду где-то в метре, в полутора от поверхности дна. И, во-первых, это соберет больше рыбы, потому что мотыль будет постепенно опускаться. И меньше ее распугает. Поэтому лучше подписывать, какая глубина в лунках. Иначе можно испортить себе рыбалку. На таких водоемах это очень важный момент. Алё, как и большинство озер Псковской области, ледникового происхождения. От других водоемов ледниковые озера отличаются сильной изрезанностью берегов и большими глубинами. Средняя глубина Алё примерно 8 метров. Наибольшее 16-20 метров. Все нормально. Вот здесь свал-то и закончился. Начинается 6-метровый стол. Глубже я, скорее всего, не пойду. Предполагаю, что самая рабочая часть будет 5,5 с переходом на 6-метровый стол. То есть вот эти две лунки. Ну и еще одна, может быть, заработать какая-то промежуточная на столе. Ну, посмотрим. Все зависит от концентрации рыбы. Может, и во всех лунках будет подлещик. Тогда вообще рыбалка будет сказочная. Пора готовить прикормку. В принципе, основной прикормкой будет мотыль. Но я решил чуть-чуть его пересыпать панировочными сухарями. То есть получится мотыль, пересыпанный сухарями, а не сухари с добавлением мотыля. Ну, вот эта дополнительная муть будет привлекать платву и подлещика, ну, я думаю, чуть-чуть побольше. Тем более, что на озере такого типа я ловил, и использование белой прикормки, оно было достаточно целесообразным. Не только на мотыля подходил подлещик, наличие прикормки какой-то или панировочных сухарей улучшало результаты. Поэтому я и добавлю совсем чуть-чуть сухарей. В общем, ничего сверхъестественного, просто дополнительный источник мути и запаха. Что касаемо мотыля, мотыля должно быть много. В данном случае очень. Потому что кормушка у меня большая, и расход прикормки достаточно серьезный. Вообще, мотыль немножко подмерз с утра. Потому что был ночью минус 21, и я как-то особо не думал, что в сумке-холодильнике он так вот быстро у меня испортится. Однако вот ожил, и сейчас шевелится, как свежий, только что выловленный. Но это ненадолго. Если вот так вот оставить, сухая прикормка влагу из него вытянет, и он просто сдохнет, высохнет. Поэтому все вот это сейчас нужно будет аккуратно и достаточно быстро уложить в лунки. По-моему, получилась замечательная прикормка. Сам бы ел, но не рыба. Вот здесь в берегу несколько лунок есть. Я на всякий случай подкормлю сверху чуть-чуть. Здесь может и плотва подойти, и мелкий подлещик. Ну и окунь, разумеется, с ершом. Прикормка получилась хорошей. Эти сухарики, они даже сами тонут. Как будто увлажненные уже, они быстро намокают. Обязательно на позиме используются сухари мелкого помола. То есть, если даже они продаются крупные, их в кофемолке можно измельчить. Во-первых, рыба не наедается, потому что фракции очень мелкие. Во-вторых, они быстрее намокают и тонут. В общем-то, это тоже определенного рода плюс. Сейчас я тогда прокормлю эти лунки, и пойдем на глубину уже с кормушкой. Дно озера Алё неровное и неоднородное. Для зоны мелководья характерны и листые, и песчаные грунты. Местами ложа покрыта каменистыми нальями. В целом, рельеф дна озера очень сложный и затрудняет обмен водных масс. В глубоких впадинах вода иногда застаивается и пахнет сероводородом. Местные егеря, которые вывели нас на эту точку, хорошо знают озеро. Так что место у нас заведомо клевое. Хотя, конечно же, успех ловли зависит от самого рыбака. Кормушка пластиковая, она работает тихо, рыбу не распугивает. Здесь глубина 5,5. Значит, открывать ее нужно где-то в метрах на 4. Главное, чтобы кормушка не открылась под самым льдом. Это, конечно, тоже рыбу приманит, но не так, как, в общем-то, хотелось бы. Озеро Алё богато кормом, и это, естественно, сказывается на численности его обитателей. Здесь водятся уклейка, густера, лещ, платва, ерш, щука, окунь, налим, а также представитель сиговых ряпушка. К сожалению, на крючок ряпушка попадается крайне редко. Так что ее мы в уловах, скорее всего, не увидим. Ну, пока глубина прикармливается, я думаю, час по-любому должен пройти. Надо в берегу попробовать что-нибудь поймать. Ну, леску тонкую я не буду ставить. 2,07. Такую рыбу вполне достаточно. Даже 2,08. Замечательно. Мормышка не мелкая, где-то 2,7 диаметром. Ну, и рыба здесь, в общем-то, особо к снастям не придирается на таких водоемах. Поэтому совсем мельчить уж не стоит. Даже в глухозиле. Главная цель Романа – подлещик и другая мирная рыба. Но если клев будет вялым, то будет время поставить жерлечки. И хотя Владимир уже занимался этой снастью, Роман резонно рассудил, что еще парочка дополнительных жерлиц успеху не повредят. Отличный живцовый размер. Кстати, это подлещик, это не плотва. Это самое, что ни на есть, лещ будущий. Такой же вец нам нужен. Тем более, что вот этого подлещика уже кто-то пытался съесть. По словам сопровождавшего нас егеря Сергея, количество и размеры местных рыб рядовые для Псковских озер. Щука – 5-7 килограммов. Налим – примерно 2 кило. 300-граммовая плотва. А вот судак не очень большой. Его переселили сюда из Жижицкого озера. И трофейных экземпляров пока еще мало. Опа, окуняечка. А вот про окуню местный егер сказал, что, ну, правда, в сетке попадается окунь до килограмма. 500-600 – не редкость. Как раз возле травы, где мы сейчас и ловим. Ну, вот этот вот полосатый разбойник не очень похож на килограммового, поэтому он отправляется обратно. Ну, пусть зовет килограммового. Я готов к всему. Рассмотрим заявки от килограммовых окуней по мере их поступления. Что-то пока желающих немного. Вообще, здесь очень много щуки. Ну, озеро действительно щучье такое. Тростниковые берега, много коряжников. И есть где укрыться. Причем я предполагаю, что есть даже трофейные экземпляры. Больше 15 килограммов. Потому что озеро очень старое, и, я думаю, здесь могло вырасти все, что угодно. Тем более, что здесь есть ряпушка, а она как кормовая база очень хорошо подходит. Рыба, я имею в виду хищника, скорее окуни и щуку, они растут на ряпушке быстро и до очень хороших размеров. Ну, ряпушку мы поймать не сможем по ряду причин. А вот щуку поймать шанс еще есть. Ну, скорее, есть шанс поймать некрупную щуку, которая не будет участвовать в нерести этой весной. Но пока поклевок не видно. А вот он и хозяин водоема. Можно оставить его и наживца. В конце концов, на лима поставить жерлица можно, но на ночь. Ну, посмотрим, сколько их поймается. Вообще, ерша здесь достаточно много. И, я так понимаю, это основная кормовая база хищника. И щука, и на лиме, я думаю, периодически его подъедают. Хотя ту щуку обычно больше интересует платва. Или мелкий подлещик. Хотелось бы, чтобы белая рыба ловилась почаще, чем ерши. Она на наживца, конечно, идет лучше. Ну, хотя бы некрупный окунь. Но такового пока не наблюдается. Ну, ладно. Значит, на лиме будем ловить. Налим для Псковских озер – рыба обычная. И март считается одним из наиболее удачных месяцев для его поимки. Но. Во-первых, мы не знаем, как сказалось на его аппетите затяжное глухозимье. А во-вторых, неизвестно, придется ли по вкусу Налим Никодиму данное угощение. На многих озерах Псковщины, там, где есть ряпушка, она стоит на первом месте в меню этого хищника. Так что, возможно, на ерша он даже смотреть не захочет. Латвичка. Вот это отлично подойдет на живца. Размер хороший. Самый, что на есть, живцовый. 20-граммовый. Мелкой рыбы было много и разное. Но такой мелюзги и на водоемах Московской области хватает. Разве что клев там не столь бойкий. Хотелось бы уже увидеть принципиально другую рыбалку, отличную от подмосковной. Вот еще одна платвичка покрупнее попалась. Ну вот, в берегу некрупная платвичка, ершик попадается. А сейчас надо уже, наверное, проверять глубину. Полтора часа прошло с того момента, как я закармливал. Ну, может быть, какие-то первые подлейщики, ну и какая-то другая рыба уже подошли. Мормышку достаточно тяжелую возьму. Да и леска 0,1. Собственно, стесняться тут некого. Рыба здесь не настолько избавлена, как в Подмосковье, поэтому и снасть можно. Достаточно грубую. Если подойдет подлещик хороший, то можно даже 0,12-0,14 леску поставить. Но этого момента надо еще дождаться. А пока просто пробный проход. Потому что, как показывает практика, самая хорошая рыбалка где-то часу на четвертом начинается. И уже если раскармливать, то можно целый день ловить с успехом того же подлещика. Можно и леща выкормить. Конечно, хорошо приехать сюда бы весной, когда лед сойдет. Здесь возле базы в залив лещ на нерест заходит. Вот на удочку-то можно оторваться. Красноперки здесь очень много. Тоже весной и летом она на удочку хорошо ловится. Ну и, естественно, со спиннингом здесь на лодке поплавать. Очень интересная ловля в траве, в тростнике. И на открытой воде можно попробовать на какие-то глубинные приманки. Но, конечно, основная масса щуки будет, наверное, в прибрежной зоне. Да и окуню крупного половить. Тоже очень интересно. Я думаю, окуню ближе к осени. Осенью здесь как раз чисто спиннинговая рыбалка. Окуневая щучья. Ну и белая рыба, это уже так. Остатки былой роскоши. По белой рыбе всегда, конечно, хорошо весна-лето. Ну и зимой по первому, по последнему льду здесь, наверное, хорошо. Кормишь, кормишь ее. Платвичка. Хороший живцовый размер. Вот это я на щуку и поставлю на ночь. На жерлице. Это будет хороший размер. Потому что до этого платвичка только продалась все-таки покрупнее. И, ну, не знаю, может быть, это не настораживает. Щука бы рада взять, но из-за икры не может. А вот эту вот, такую мелкую, она с радостью. Ну вот белая рыба мелкая подошла. Может быть, на глубине и подлещик зашевелится. Потому что достаточно много времени уже прошло. Хотелось бы половить именно подлещика. В общем-то, основную цель моей сегодняшней рыбалки. Хотя и платвичка тоже клюет неплохо. Вот это отличный формат. Для живца самое оно. Вот то, что нужно. Вот такого размера. Ну, чуть-чуть покрупнее вообще. Шикарно будет, если будет ловиться. Сейчас я попробую один маленький фокус. Я с собой взял специально немного опарыша. Может быть, на опарыша она будет клевать еще активнее. Кстати, опарыша и подлещик любят. И не обязательно насаживать бутерброд опарыша с мотылем. Даже просто на одну личинку можно ловить совершенно спокойно. Плюс опарыша в том, что его нужно реже менять. Иногда рыба действительно активнее отзывается именно на белую насадку такую. Ну, любит она его. Вот и на опарыша клюет, но покрупнее. Может быть, сейчас расклюется. И, как говорится, на нашей улице будет праздник. Ну, сказать по правде, ловля мелкой плотвы мне уже немножко наскучило. В конце концов, за подлещиком сюда пришел. Живца я уже наловил. Мне хватит. А избиение мелкой плотвы, я думаю, надо прекращать. Диггер посоветовал одно место по щуке. Здесь бугор. До двух метров выход. Метров с шести. В принципе, она здесь и зимой, и летом ловится. И щука хорошая. Ну, для начала его найти надо. Сейчас я посверлю лунки, побегаю с глубомером. Потом поставлю жерлички. И, возможно, что оставлю здесь их на ночь. Просто заменю плотву на ерша или просто опущу на дно. Может быть, здесь на лим тоже выходит. Жор щуки в Псковских озерах обычно приходится на апрель-май. Но ловить ее в это время запрещено. После снятия запрета можно еще успеть отвезти по пятнистой хищнице душу и ловить весь июнь, отмахиваясь от комаров, которые начинают досаждать со страшной силой. Здесь два с половиной метра. Туда понижение идет на три. Соответственно, в сторону тоже до шести метров. Ну, я так понимаю, это верхняя часть вот этого вот бугра. Сейчас я поставлю здесь жерлицы. Три штуки на самом бугре и три штуки уже на свале на трех метрах. Ну, и потом посмотрим, просто проверим, что здесь вообще вводится. Поднимаю я сантиметров на 50 от однаживца. В принципе, этого достаточно. Выше не надо. Все-таки здесь достаточно глубоко. Это возле травы можно почти под самый лед ставить. Ну, обязательно надо присыпать жерлицы, потому что, если ночью будет мороз, то есть шанс их просто-напросто не собрать. Примерзнут, примерзнут. Лядом все закончится. После того, как жерлицы были выставлены, Роман снова вернулся к прикормленным лункам. Он надеялся, что долгожданный подлещик все-таки приплывет на угощение. Однако приманкой снова завладела плотва. Вот. Только опустил, подсадил копарышу мотыля, и вот она и, пожалуйста, клюнула. Но живец нам больше не нужен, поэтому я ее выпущу. Еще бы дорасходовать того, который есть, поэтому нет смысла лишний раз ее убивать. Ну, вообще, хотелось бы покрупнее. Ну, есть здесь крупная плотва. Вообще, водоем очень хороший, интересный. Это озеро ледникового происхождения, поэтому и глубины здесь есть до 10. Я думаю, даже больше есть. Ледник здесь, кстати, постарался на славу. Вот такой вот рельеф изрезанный. Куча островов с достаточно крутыми такими берегами. Здесь очень красиво. Почти как в Северной Карелии. Даже в некоторых местах покрасивше будет. В принципе, и рыба здесь неплохая водится. Здесь очень много подлещика. Единственное, что зимой он стоит по большей части в зимовальных ямах, и надо точно знать, где они находятся. К сожалению, я таковой информацией не располагаю. Но сейчас здесь до 3 килограммов поймать в общем-то проблемы такой не составит. Ну, основная, в общем-то, я так думаю, масса это до полукилограмма. Предполагаю, что есть крупная платва, но это скорее одиночные экземпляры, нежели вот такие вот стайные, как у меня. Здесь может и подлещичек мелкий проскочить, и платвичка покрупнее, но пока вот имеем дело с этим. Да, подлещика явно что-то не устраивалось. На всех закормленных лунках плотно стояла платва. И ладно бы приплыла трофейная, так нет же, ничего крупнее 100 граммов не было. Говорят, что местная платва очень вкусная, но ловить такую мелочь уже не хотелось. И снова платва. Но ведь есть же здесь она крупная и должна приходить на прикормку вместе с мелкой. Может быть, не за один день. А вдруг завтра утром здесь будет эльдорадо и с 200-граммовой платвой. В принципе, можно будет проверить. С подлещиком вообще на глубине никак не срослось сегодня. Поэтому, я думаю, прокормить это все еще раз, попробовать, половить здесь завтра утром. В общем-то, как сказал егерь местный, результат был именно тогда, когда кормили на ночь и, в общем-то, на следующий день ловили. Я думаю, не стоит отступать от этой местной традиции. Платва и так подошла, в общем-то. А вот с подлещиком надо поэкспериментировать. Мы решили сделать исключение из правил нашей программы и половить на озере Алё еще один. Роман непременно хотел найти местного подлещика, к тому же и у Владимира тоже осталось здесь незаконченное дело. Начало марта озеро Алё. Средняя температура минус 7 градусов. Давление 746 миллиметров ртутного столба. Штиль переменная облачность. Ну вот, в общем, пробный день такой. Я думаю, разведка. Я, кроме платвы, ничего не нашел. Ну и ерша, разумеется, которого здесь много. Вот там, где 6 метров, там хороший полив идет уже, вернее, даже стол. Ни на свале, ни на столе подлещика я не нашел. Даже намека не было. Зато платва стала практически во всех лунках, но ближе к вечеру. То есть днем ее там не было. Ну, у меня примерно такая же ситуация была. Платва, небольшой окунь, ерш. Все такое живцового плана, мирное, но не по весу, а по размеру. И была одна поклевка на жерлице. Обрезала. Единственная жерлица была с лесочным поводком, и ее как раз обрезала. И это все за целый день. Ну, правда, не за целый день. Жерлицу-то мы поставили довольно поздно. Может быть, рассветный выход был щукин. Ну, все понятно. Озеро и не могло себя показать в полной мере, потому что середина марта, полная глухозимия, тем более давление такое снега очень много выпало. Сырой лед, совершенная каша, сверлить очень трудно. Ну, ничего, ну, что сделаешь? И вот эта вот рыба, она в глухозимии считается уловом. Ну, как показывает практика, вообще, такие водоемы, ну, они достаточно типичные для именно этого региона, лучше всего работают по первому, по последнему льду и в оттепеле. В оттепеле сейчас и не пахнет, до последнего льда еще как минимум недели три. Поэтому сейчас ожидать каких-то заоблачных результатов не стоит. Ну, так или иначе, рыболовный день мы завершили, завершили без нулей. Это была программа по клевым местам. С вами были Роман Бутузов и Владимир Струев. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин